Всем добрый вечер, четверг, 10 часов вечера, и с вами Искусство возможно на Финам ФМ, с вами я и ее ведущий Сергей Ильин, и сегодня у нас в гостях политолог, президент фонда эффективной политики Глеб Павловский. Добрый вечер, Глеб Олегович. Добрый вечер. Пробки на московских дорогах сегодня, первый раз в декабря, достигли 9 баллов, что мы, в общем-то, все ощутили на себе. Вот если я правильно понимаю, что я, что Глеб Олегович, чуть было не опоздали даже на эфир. О, ужас. А это значит, что длинные политики по празднике уж точно закончились. Россияне очнулись от новогодней спячки и начали не без удивления оглядываться по сторонам. Новый 2013 год окончательно вступил в свои права, в том числе и год политический. Что ждет нас в наступившем году, что ждет российское общество? Прошлый год получился у нас на редкость нервным и неровным. Будет ли нынешний год спокойнее? Вернется ли та самая стабильность, о которой так любит говорить наш официоз? Глеб Олегович. Чего нам ждать в грядущем году? Чем мы будем живы? Ну, самым большим чудом, я думаю, была бы стабильность. Никогда нельзя исключать чудо тоже, но это, боюсь, слишком большое чудо. Стабильность 2013 года. В любом случае, для того, чтобы ей вернуться или наступить, должны произойти довольно большие изменения в управлении, в состоянии общества, в состоянии умов, экономики. Изменения такого рода, которые сами по себе со стабильностью плохо совместимы. У меня возникает, если позволите, вот какой вопрос. А стабильность, вообще говоря, была или ее не было? Если она была, то, грубо говоря, когда она кончится, условно говоря, то ли там в декабре 2012 года, то ли ее и не было? Вот ваше точка зрения. Ну, было что-то, что можно было так называть. Знаете, есть такое понятие, возможность непротиворечивого утверждения. Можно было называть то, что было до 2008 года, например, стабильностью. И, в общем, с вами бы не очень спорили. Даже враги политические, они говорили просто, стабильность говорили бы с отвращением, но все равно не смогли бы оспорить сам факт. А сегодня, что враг, что друг, вряд ли может назвать стабильностью нынешней положения. То есть, правильно ли я понимаю, что период стабильности в каком-то смысле закончится, грубо говоря, в мае 2008 года? Ну, у него есть формальная отсечка осень 2008 года, финансовый кризис, который, хотя наши мозги упорно сопротивлялись признанию этого. Я хорошо это помню, с каким-то веселым недоумением, можно сказать, в той же администрации, начиная с октября 2008 года, где в мире уже там рушилась вся финансовая система. А российские граждане, наоборот, РСО, число людей, которые уверенно говорят, что следующий год будет лучше предыдущего. Я понял, спасибо. Сейчас мы вернемся, между прочим, к теме кризиса, но, если позволите, сейчас у нас на линии находится ваш старый добрый знакомый, президент фонда общественное мнение, Александр Анатольевич Аслон. Александр Анатольевич, вы меня слышите? Да, слышу, добрый вечер. Александр Анатольевич, мы беседуем с Глебом Олеговичем Павловским о перспективах наших и российского общества на следующий год, на нынешний год, точнее. У меня вот какой вопрос. Интересно, а что у нас происходит с точки зрения общественного напряжения, с точки зрения доверия или недоверия к власти, если взять динамику, а, за прошедший год, и, б, еще интересна ситуация в сравнении с зимой прошлого года. Ведь именно январь прошлого года – это серьезный провал доверия. То есть, до этого был декабрь, когда все немножко посыпалось, после этого начался февраль-март и началась массированная пропаганда на президентских выборах, и худо-бедно выправили. А вот что мы имеем сейчас и в сравнении с динамикой за год, и в сравнении с январем 2012? Ну, в принципе, тренд начался, тот, который мы сегодня видим, в начале 2011 года, и первым моментом были повышения цен. Тогда был очень резкий скачок цен, в том числе НЖКХ, и конец января, начало февраля 2011 года. Это и есть тот момент, когда по опросам мы увидели, что начались подвижки. Эти подвижки продолжались в течение всего 2011 года. Во всех группах населения примерно одинаково уменьшались показатели доверия, популярности, голосования и т.д. и т.п. Это все шло синхронно. А в конце 2011 года, в течение ноября, существенно быстрее стали падать эти показатели в группах более продвинутых, более высокоресурсных, представителей которых мы увидели в декабре на Болотной площади на проспекте Сахара. То есть, правильно ли я понимаю, что в этот момент экономические причины сменились политическим? Можно так сказать? Нет, на самом деле, экономические причины были спусковым крючком. Если мы вспомним события 2011 года, конец зимы, весна, какая пошла общественная движуха, и «Синие ведерки», и арт-группа «Война», и «Химкинский лес». Там было множество других еще. Это же локальные, в общем-то, небольшие вещи. Вы не согласны со мной? Они локальные, но они образовали такую мозаику, которая как две стороны одной медали. Есть экономический толчок, есть проявление в обществе, есть проявление в обществе, и более чувствительное к экономическим факторам. Это же все целостно. Я к чему говорю? К тому, что этот тренд, он был связан с разочарованиями отнюдь не только экономическими, а, в принципе, мировоззренческими, экологическими, если можно так сказать, экологической жизнедеятельности активной части населения. То есть речь все-таки идет именно об активной части населения, грубо говоря, тех, кто... Значит, они шли синхронно с населением в целом, но осенью, после решения о отыске и смене мест в тандеме, после того, как... Алло. Алло-алло. Да-да. Они представлены в политическом спектре, когда партия Прохорова по праву и делу из пещеры с горизонта. Короче, все это обстоятельства, их можно еще перечислять и перечислять, но факт тот, что этот тренд медленно, я подчеркиваю, медленно, но, значит, постоянное снижение этих показателей своего как бы минимума достигло в декабре 2011 года. А в 2012 году, наоборот, это дело пошло вверх и достигло максимума в марте между думскими... Это понятно. А после марта? А после марта, ну как пена после отстоя пива спадает, и примерно с начала лета это держится на одном уровне. Все показатели, все их колебания, они либо случайны, либо ситуативны, никаких законоверностей там не видно. Понял. Огромное вам спасибо, Александр Анатольевич. До свидания. До свидания. Глеб Олегович, а что вы думаете по этому поводу? То есть, что действительно в марте все вернулось на круги своя и более-менее пребывает в том же графике? У меня в данном случае уже от вас вопрос не в сторону социологии, а в сторону содержания ощущений. Ну да, потому что все по-своему правы у социологов свой подход, хотя мы тоже от разных услышим, наверное, разные вещи. Кто-то будет акцентировать там, так сказать, сохранение общего плата, кто-то будет подчеркивать рост, так сказать, несогласных или рост антирейтингов при сохранении позитивного. Потом, вы знаете, общественное мнение, ведь оно может иметь определенный вид, а потом довольно долго, прежде чем оно, значит, почему-то закричит. И мы потом будем долго обсуждать, а почему оно закричало именно сегодня, и придумывать этому причину. Оно может быть про себя уже недовольно-довольно давно. Ну, человек сложное существо, абсолютно не всегда бьется автоматическое отношение к власти с его экономическим положением, хотя в наших условиях как бы власть в каком-то смысле сама загоняет себя в ловушку, потому что она берет на себя ответственность, и даже, я бы сказал, все большую, хотя логично было бы в данной ситуации, значит, ее наоборот распределить. И, соответственно, она на себя стягивает недовольство всем от ЖКХ и состояния коммуникации зимой до роста тарифов и инфляции. Это понятно, но все-таки, я думаю, что политические игры, они в наших условиях, такой, я бы сказал, сверхмедийных. Мы же, у нас чрезмерно медиализированное общество, хотя по-другому, чем западное. И люди реагируют как на то, что им показывают, так и на то, что и мне показывают. Я понял, Глеб Олегович, я прошу прощения, мы сейчас сделаем из вашего разрешения небольшой перерыв, после чего вернемся в студию. Я напомню, что искусство возможного в студии Сергей Ильин и у нас в гостях политолог президента фонда эффективной политики Глеб Олегович Павловский. Еще раз добрый вечер, с вами искусство возможного, я и ведущий Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях, напомню, политолог президента фонда эффективной политики Глеб Олегович Павловский. Мы с ним беседуем о том, что нам ожидать в наступившем году. У меня вот какой вопрос, Глеб Олегович, с учетом того, о чем мы говорили перед паузой. Несколько выступлений было, вернее, одно выступление и одна статья такого тяжеловеса российской политики, как господин Примаков Евгений Максимович. То есть это выступление на ежегодном заседании Меркурия и Клуба, и в сегодняшнем, если я не ошибаюсь, в сегодняшнем выпуске «Независимые газеты». Любопытная вообще вещь, он говорит примерно об одном и том же в обеих выступлениях и в статье. И с одной стороны речь идет о том, что альтернативой стабильности может быть только нестабильность. Это некоторый трюизм, но тем не менее это не лишено логики. И момент второй, он уверенно утверждает, что заканчивается период ротации, грубо говоря, заканчивается эпоха тандема. Вот вы, собственно, один из главных специалистов в России, наверное, по тандему. Вас, я боюсь, уже абсолютно достали вопросами о судьбе тандема, но не задать этот вопрос нельзя, и в данном случае интересует как бы еще и мета-анализ. То есть не только взгляд на тандем, но и взгляд на господина Примакова, который анализирует ситуацию в тандеме. Вот что вы могли бы сказать? Ну, очень, действительно, очень интересно, что Примаков вспомнил про тандем. Не так часто о нем сегодня вспоминаю. Да и Глеб Олегович, господин Примаков тоже статьи не каждый день пишет. Да, но у него есть свой определенный ритм, его выступление ежегодное, оно обычно оформляется или ему сопутствует статья с теми же основными пунктами. Мы к этому привыкли. Он подчеркивает, с моей точки зрения, правильно, что в нашей политике есть просто невидимые действующие факторы. Тандем, который уже, собственно говоря, всех похоронили уже больше года, как на самом деле, он действительно является таким скрытым параметром нашей сцены, потому что, видимо, помимо того, что он был, он решал, известно все, для чего он вводился, я не буду к этому возвращаться, задачи, как раз задачи стабилизации он решал и решил, но, как выяснилось, это был механизм как бы одноразовой стабилизации, которую очень трудно было отключить или размонтировать. А одноразовая-то получилась? Вот, одноразовая, в общем, одноразовая на период Медведевского президентства, в целом это работало, но ценой чего? Ценой падения качества управления, оно упало заметно, в исполнительной власти и путем замораживания, в каком-то смысле замораживания обоймы в верхах, так сказать, собственно говоря, в администрации и в правительстве, и причем обе команды, с моей точки зрения, были немножко недотянуты именно по правилам тандема, они не должны были, ни одна из них не должна была быть заметно сильнее другой. В общем, и потом, ну, известная драма, так сказать, размонтирования тандема, которая привела, да, в сентябре 2011 года, стала реальным кризисом, причем довольно сложным и политическим, и моральным для разных групп. И это был, конечно, плохой вариант, но и плохой он является, почему? Главная проблема у тандема была теневая, я бы сказал, такая сторона, и я сейчас имею в виду не то, что он был площадкой каких-то никому неизвестных куларных договоренностей президента с премьером, поскольку, в общем, фамилии те же, я могу не уточнять, а то, что он был, я бы сказал, такой площадкой такой слегка шизофренической, она площадкой большой психологической нагрузки, где каждый постоянно один смотрел все время и следил за другим, и пытался это же как бы рефлексивно строить свою деятельность от ожидаемых им действий другого. Это очень плохо, это порождает, даже в семьях порождает сложные отношения. С моей точки зрения, до сих пор, до сих пор, я бы сказал, тень президента Медведева преследует, тень бывшего президента Медведева преследует нынешнего президента Путина и влияет на его решение. Спасибо, я прошу прощения, у нас на линии генеральный директор журнала «Эксперт» Александр Николаевич Привалов. Александр Николаевич, здравствуйте, вы меня слышите? Сергей Юрьевич, здравствуйте, рад вас слушать. Здравствуйте, мы обсуждаем, что будет в следующем году с президентом Фонда эффективной политики Глебом Павловским. Не со мной, что я надеюсь, что не со мной, что будет, а что в следующем году. Вы бессмертны, как известно. Да, прошу прощения, Александр Николаевич. И в тот момент, когда мы с вами вышли на связь, тут возник вот какой вопрос. Вспомнили тандем. Эпоха тандема, как утверждает господин Примаков, закончилась. Ну, похоже на то, что так оно и есть. А вот как вы бы оценили вот эту эпоху тандема? Сколько она была удачной? Ваши оценки. На мой вкус, на редкость неудачна. И возможность каким-то образом выплатить из нее на открытые воды, где возможен маневр, на мой взгляд, была сильно торпедирована, известная 24 сентября. Вот. Так что история тандема была, в общем, ну, как бы сказать, в дневнике она отмечена в лучшем случае тройка с минусом. То есть, правильно ли я понимаю, что вы сейчас говорите и... То есть, мы не трогаем начало операции тандем, но берем и всю эпоху, и в особенности ее концовку, как наиболее убедительную и неудачную. Потому что была, собственно, когда началась эта эпоха, еще, может быть, даже до возникновения слова тандем, она порождала известные надежды ровно потому, что страна действительно нуждается в некоторых переменах базовых принципов. не пересадки каких-то лиц из одних стульев в другие, а притока новых идей. И была какая-то надежда, что вот появление нового человека в первом кресле государства так или иначе откроет шлюз для какого-то количества новых идей. Больше того, первые слова, которые говорил президент Медведев сразу после инаугурации, наводили на мысль, что, может, так оно и будет. Но это очень скоро стало понятно, что не вышло. Спасибо. Александр Николаевич, если позвольте еще один вопрос, так сказать, более глобального плана. Вот как вы считаете, ну, возможно, по причине именно вот неудачного, так сказать, неудачной тандемизации завершения этой эпохи, возможно, в силу каких-то других причин, но факт тот, что налицо об этом, в общем-то, в той или иной форме говорит и присутствующий здесь Глеб Олегович, и господин Примаков, наблюдаются какие-то элементы дестабилизации. Вот вопрос, насколько далеко эта дестабилизация зашла? То есть я даже не спрашиваю, есть ли у нас стабильность или нет, я спрашиваю, дестабилизация, она, видимо, есть, она есть в любой функционирующей системе? На мой-то вкус, есть скорее игра в дестабилизацию, в каковой игре партнеры чрезвычайно удачно нашли друг друга. Значит, вот сторона, которую, не знаю, как надо называть, оппозиция, болотная площадь, Белолевщик, делает вид, что она против, а власть с удовольствием переключилась на противодействие этой псевдооппозиции. Они нашли друг друга, они занимают друг друга, они парируют шаги друг друга. Но, по-вашему, прошу прощения... ...не имеет никакого отношения к стране. Проблема реальная, которая требует действительно некоторых, повторяю, новых идей, новых людей. Они требуют, самое главное, они требуют появления независимых источников влияния, чего сложившаяся в стороне система не хочет, не допускает, не любит и так далее. Источники влияния нужны. Если, например, такую выскажу, бредовую надежду, что если удастся путинская большая программа по репатриации капитала, то капитал, вернувшись сюда, ну, та часть, которая согласится вернуться сюда, скажет, ну, ребят, ну, раз, ну, позвольте мы что-нибудь вслух скажем. Позвольте мы что-нибудь скажем о вашей финансовой системе, о вашей экономической политике, о вашей налоговой политике. Позвольте мы начнем влиять в соответствии с нашим штабом. Я понимаю, что надежды придумывают, другой сейчас придумать не могу. Нужны независимые центры влияния. Большое спасибо, Александр Николаевич. Я, честно говоря, задумался на тему. Напомню, с нами был Александр Николаевич Привалов, генеральный директор журнала «Эксперт». Вот, Глеб Олегович, а вы как считаете, вот последняя высказанная, так сказать, идея Александра Николаевича Привалова? Дело в том, что это прекрасная вещь. Нет, ну она вообще в принципе реализуема или... Она реализуема, но внутри какой-то более значимой программы понижения рисков внутри страны, понижения повышения безопасности. В каком-то смысле это то, чего не сделал президент Медведев. И с моей точки зрения, не буду сейчас вдаваться далеко, в этом основная причина неуспешности его президентства, потому что он не смог обеспечить безопасных условий для правящего класса и для финансовых элит, для корпораций российских, чтобы они захотели, чтобы они сделали ставку в каком-то смысле и на Россию, и на него как лидера программы. Не сделав этого, он предопределил возвращение Путина. А в итоге способ возвращения, больше не сам Путин, я подчеркиваю, именно способ возвращения Путина, создал вот нынешнюю неопределенную ситуацию, о которой говорят все, включая чинов правительства, когда никто не понимает, какой курс, а капитал не может вернуться в такой ситуации. И если я правильно понимаю, в гипотезе Привалова, скажем так, есть сразу два абсолютно подрывных момента с точки зрения психологии современного предпринимателя. А. Возвращать капиталы из-за рубежа в Россию. Какой ужас. И. Б. Даже вне зависимости от этого, особенно в связи, еще и начинать говорить о каких-то программных вещах, что у нас однозначно трактуется как политика. То есть, в идее, любой нормальный предприниматель после такой озвучки должен инфарктироваться прямо на глазах у Александра Николаевича, мне кажется. Ну, понимаете, здесь речь идет, ведь это звучит страшно, действительно, а речь идет ведь о недоведенной до конца программе, может быть, и по слабости ее автора, программе Кудрина середины еще прошлого десятилетия, потому что свободное, это ведь он добился, и он объяснил президенту, добился свободного движения капиталов через границу. Собственно говоря, если бы не это, то у нас было бы, мы бы жили в совсем другой ситуации, у нас не было бы даже той финансовой стабильности, определенной, которая есть, но она должна дополняться развернутой программой по doing business, по созданию условий для бизнеса и в том числе правовых условий. Про вот это, так сказать, Кудрин не обращал на это внимания, потом это было не в его компетенции. Я думаю, что и Путин во втором президентстве не обращал на это достаточного внимания. Сегодня это вопрос номер один. То есть речь о репатриации капитала означает о принудительном возвращении в те условия, в которых никакой капитал, ни русский, ни международный, не будет чувствовать себя комфортно. А что он тогда будет делать? Нет, но ситуация забавная. Иностранные инвестиции в Россию идут, и динамика положительная. Но вот зато те деньги, которые уведены из России, условно говоря, на черный день, вот, судя по всему, они не вернутся. Более того, когда наступает черный день, как показывает практика, утечка возрастает, как показывает 2050 год. Да, и она, и тоже, я думаю, что это как раз утечка в значительной степени связана, хотя валят всегда на международный спекулятивный капитал, но я подозреваю, что эта утечка связана, значит, с нашим братом, значит, миллионером и миллиардером. Ну, это урабороз, меня кусает себя за хвост. Я прекрасно помню конец, там, 2008-го, начало 2009-го года. Мои, так сказать, финансисты, с одной стороны, дико довольны, поскольку у них растут обороты трансфертов туда, а с другой стороны, очень боятся, во-первых, чтобы психологически понятно, а учитывая, что значительная часть у них в российских ценных бумаг, которые при этом торжественно проваливаются, они еще крайне недовольны. То есть, вообще уже анекдот. У людей сильно растут объемы, формально растут прибыли, но за счет понижения, так сказать, стоимости акций, находящихся в оборотном капитале, все становится плохо. Да, и вот сегодня здесь это неразрешимое естественным ходом вещей проблем. Вот здесь необходимы солидарные действия власти, общества и делового сообщества. Вот и сейчас этих действий не видно. Как, впрочем, не видно и особых действий правительства, скажу прямо, при всех замечательных декларациях годичной давности уже, о том, каким будет будущее открытое. Сперва большое, а потом открытое. Сначала большое, потом открытое. Или сначала открытое? Нет, было сперва большое, потом открытое, но мы не видим, в общем, никакого. На самом деле, вот правительство как политической команды с ясным курсом нет до сих пор. Понятно, большое спасибо. Ну, собственно говоря, вот у нас получился такой небольшой экономический блок. Большое спасибо Александру Николаевичу Привалову, который вбросил как бы свою идею. Вот, сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после чего, я думаю, мы поговорим о таких вещах, как общественное настроение, как раскол в обществе, как те группы, которые представляют собой этот раскол. Напоминаю, что вы можете звонить нам в студию, если у вас есть что нам сказать по поводу того, что ожидает нашу страну в наступившем году по телефону 8-495-6-5-10-99-6. А мы сейчас уходим на перерыв. Я напомню, что это программа Искусство Возможного. Я ее ведущий Сергей Ильин. И сегодня у нас в гостях политолог, президент Фонда эффективной политики Глеб Олегович Павловский. Встретимся через минуту. Еще раз добрый вечер. Я напоминаю, программа Искусство Возможного. Я ее ведущий Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях политолог, президент Фонда эффективной политики Глеб Олегович Павловский. Вы можете звонить в нашу студию, если вам есть что сказать по нашей теме. Тему у нас «Что ждет россиян в наступившем году». Вы можете звонить по телефону 8-495-65-10-99-6. А мы переходим к следующей теме, о которой я хотел бы поговорить. Глеб Олегович, ощущение некоторого раскола общества. Есть оно или нет? Вы видите этот вопрос как бы с двух сторон, если я правильно понимаю. То есть будучи в любом случае государственником, вы это видите со стороны государства, деваться некуда. А будучи человеком, который время от времени выходит на различные роды площади и возможно даже одевает на себя различные роды ленточки, вы видите это и с той стороны. Что происходит? Каков этот раскол? Между кем и кем этот раскол? И кто в этом расколе виноват? И кто, собственно говоря, первый начал? То есть я как бы уже просто напомню нашим слушателям канву. Да, с одной стороны это, собственно говоря, пропагандистские усилия власти. Это, условно говоря, пресловутые уральские рабочие. Но они же не начали первыми. Все началось существенно раньше. То есть термин анчоусы госпожа Латынина ввела раньше. И то, о чем говорили другие различные роды авторы, тоже были достаточно часто и были раньше. То есть это было еще до декабря 2011 года. Вот вопрос. Но, собственно говоря, слушатель Павел из Москвы обращается с вопросом к нашему уважаемому гостю Галибу Олеговичу Павловскому. Да, Павел, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. Вот у меня такой вопрос. То есть к вам, как к человеку, который близко общался с Тандемом, как сказать, в свое время и принял там непосредственное участие, так сказать, в их политическом становлении. Вот знакомы ли они с историей нашей, в частности, соборной клятвы и, наверное, с Тома Романова с 1613 года? Если да, то каково мнение насечет? Спасибо. Ну, я думаю, что когда-то, я не исключаю того, что когда-то они с ней знакомились, но вряд ли рассматривают это как политический пример. И я думаю, что здесь, кстати, проблемой и тандемой каждого из этих видных политиков в отдельности является, так сказать, высокий уровень недоверия к гражданам. К поведению, не гражданам, к поведению политическому граждан, которые, с их точки зрения, объясняется прошлым. Нам достаточно посмотреть на свою предыдущую историю хотя бы даже на 20 лет, а на 100. Насколько не посмотришь, в последние, во всяком случае, 100 лет, ситуация, они кажутся убедительной. Поэтому клятвы, так сказать, очень, кстати, дискредитированы именно попытки вот таких консолидаций сверху. И никто особенно в это не верит. Но на самом деле мы нуждаемся в акте, в чем-то похожем на ту соборную клятву, потому что нам надо со всем нашим недоверием, со всеми нашими раздражениями все-таки сделать определенное усилие шага навстречу друг другу. Мы живем в одной стране и, так сказать, и будем в ней жить. Поэтому нам надо как-то договориться и о ценностях, и о планах, и о самых банальных вещах, о технологиях тоже, не только политических. О социальных, например, значительно более важно. Так что я думаю, что это вы поставили правильный вопрос, но на него, к сожалению, пока нет правильного ответа. Ну, собственно, этот вопрос является своего рода эхом того вопроса, который задал я. Куда уж тут заниматься соборянством, если вместо всеобщей соборности у нас напротив наблюдается раскольничество, не побоюсь. Да, очень раскольничий дух свойственен, вообще сторон, на самом деле, с моей точки не две, безусловно. Но интересно, что сколько бы ни было игроков на нашей общественной, публичной и политической сцене, каждый из этих игроков имеет черно-белую картину. Вот самое печальное это, никто не хочет, так сказать, в каком-то смысле последовать совету Александра Александровича Сауженицына, самоограничиться. Каждый видит, значит, подавляющее большинство, я часто слышу это выражение, есть подавляющее большинство, которому он всегда причисляет себя, свою группу, свою позицию. Даже если он очевидное меньшинство, все равно он, есть невидимая армия призраков, с его точки зрения, стоящая за ним, и которая тоже является подавляющим большинством. И есть вот отщепенцы, какие-то изверги рода человеческие, человеческого, жулики, воры, деспоты, сатрапы, вот которых не должно быть. Это тоже очень интересно, что порождает раскол. Порождает раскол в первую очередь мнение группы, что другой группы не должно существовать. То есть расчеловечивание, если угодно. Да, да, и вот этим, к сожалению, этой игрой в расчеловечивание занимается у нас и власть, и все виды оппозиции. А кто первый начал все-таки, на ваш взгляд? Я думаю, что это, а я думаю, что он не столько некорректный, сколько такой идеологический, потому что в любой идеологии всегда первый начал враг. Да, значит, это заранее дано. А кто у нас сегодня враг? Это матрица, а это зависит уже от вашей идеологии. Конечно же, я не знаю просто никакую, даже самую крохотную действующую силу, которая бы сказала, пожалуй, это я первая начала. Вот, я была первая. Нет, всегда скажут нет. Ну, это, конечно, ну, в общем, обычно Путин. Путин. Кто начал первый? Путин. Путин превратился у нас в такой, значит, сказать, отмаз такой абсолютно непробиваемый, неотрагаемый Путин. Все сделал Путин. То есть вместо тефлонистости теперь остается и все хорошее сделал Путин, но и все плохое тоже сделал Путин. Понимаете? Теперь он втягивает в себя, на самом деле, практически со всех. И он, что, кстати, печально, на мой взгляд, он превратился в очень удобную какую-то такую, я бы сказал, иероглиф для клана в верхах. Потому что любой из них, они ведь невидимы. Пока есть вот Путин, который делает все, то делают не они, да, значит, сказать. И вот история с Сердюковым, она, значит, сказать, вылезла и то, как считают многие из них, слишком, слишком выперва, так сказать, за черту. Вот, но на самом деле она показывает, какие под ковром ходят тараканы. Вот, и все эти тараканы хотят оставаться под ковром, чтобы сверху было написано Путин. И тараканы, насколько я понимаю, довольно приличные. Размеры вряд ли Сердюковские. Это, видимо, те самые, которых коллега Привалов хочет репатриировать на родину, но у них там, у них слишком много ходов. Но это, кстати, отдельная длинная тема. Дело в том, что, если я правильно понимаю, тут же есть два капитала. Капитал предпринимателей и капитал чиновников. Причем, на сегодняшний день, какой из них больше с точки зрения динамики оттока, это еще большой вопрос, как вы считаете? Они не, это самое, они не разделены четким образом. Только небольшие капиталы могут быть разделены. А вот крупные, те, которые, как говорится, рассчитывают на строчку в бюджете, здесь это всегда коалиции. Коалиции чиновников и частных капиталистов. Они, если им удобно, они и частные лица, а если им удобно, они чиновники, они вот так вот мерцают все время перед нами. Нас опять понесло, вернее, меня понесло в экономику, поэтому, если позволите, следующий вопрос. У вас все-таки Ренамея с одной стороны серого кардинала российской политики, и, с другой стороны, главного специалиста по идеологии. Ну, и специалистов, а не из чиновников, аккуратно уточню. Соответственно, вопрос, что у нас, а, происходило, и, б, происходит с идеологией, раз, и с пропагандой, два. Есть ощущение, вернее, ну, не ощущение, это, по-моему, уже некоторые объективные данные, данные на наших ощущениях, что идеологическое наполнение, может быть, это связано там с кадрами, перестанутками, может быть, с какими-то другими, за последний год, год с копейками, радикально изменился тренд, если угодно. Вот что можно сказать по этому поводу? Можно не называя имен, можно называя как лаборатория. Ну, тренд изменился, изменился, на мой взгляд, отчасти способ работы в этом поле, отчасти сам контент. Вот меня интересует именно контент, с технологиями все понятно. Да, потому что, ну, почему вообще возникла эта проблема? Потому что, в каком-то смысле, вот такая призрачная, но очень политически реальная вещь, как путинский консенсус, как такое согласие вокруг чего-то, что не надо дискутировать, но оно есть, вот, каких-то, какого-то набора программных позиций Путина, которые 10 лет назад было, его не надо было даже расшифровывать. Все понимали, о чем идет речь, а этот консенсус растворился. То есть это, опять-таки, 2008 год и не столько кризис, сколько расщепление вертикали на две части? Нет, я думаю, что это играло роль, конечно, тандем, но, я думаю, не решающий. Все-таки основное здесь прав, в данном случае, США с ООН, по-моему, это основные события были в 2011 году. Здесь я с ним согласен, потому что здесь сошлось и, так сказать, и пик неудач, значит, сказать, падение экономического и политического замешательства. Понимаете, восстановилось для тех, кто получал государственную поддержку, но не восстановилось для людей, которые упорно с каждым месяцем говорили, что им все труднее и труднее. Это, вы знаете, в таких случаях правы не цифры, а люди. Это тот случай, где очень трудно им доказать, что ты хорошо живешь, если он так не считает. Что произошло, в любом случае итог для нас важен. Путин уже в 2012 году побеждал не как кандидат вот этого путинского консенсуса, который был связан с путинским большинством когда-то, а побеждал как человек, которому просто нет альтернативы. Увы или слава богу, это уже не важно. А за кого еще? Вот эта фраза «за кого еще?» она в фокус-группах всех проходит социологических служб во время выборов. А это уже другая, это уже не консенсусная фигура. Ну, то есть, грубо говоря, есть ядро, есть антиядро, и есть люди, которые группируются вокруг ядра, по принципу, а кто еще? Да, для вашего вопроса об идеологии важна простая вещь, что Путин перестал быть заменителем идеологии. Значит, возник вакуум, значит, что-то нужно делать. И вот здесь, а дальше начинаются, на мой взгляд, не очень успешные эксперименты с построением идеологического консенсуса вокруг Путина и власти. Они, кстати, не так сильно отличаются по административной, так сказать, административной организации, но контент, в общем-то говоря, контент обнаруживает, на мой взгляд, непонимание ситуации. То есть поиски идут вокруг построения, в основном, вокруг идеи врага. Так, может быть, речь просто идет о том, что именно сменяются акценты вполне умышленно с тем, чтобы, ну, то есть, грубо говоря, на выборах это была некая мобилизующая идея, совершенно однозначно. Так, может, теперь просто решили сгоряча и дальше просто бить по этой мобилизующей, посмотреть, что из этого выйдет? Так, именно так и произошло, но это не оправдывает, так сказать, результата. Да, всегда есть, всегда, во всех случаях есть тенденция продолжить, так сказать, избирательную кампанию, если она хорошо закончилась. Продолжать ее уже дальше в качестве идеологической, политической, консолидирующей. Это иногда срабатывает, как в первом президентстве Путина, а в данном случае, во втором, кстати, президентстве это уже внесло довольно значительные проблемы, я думаю, в нашу работу идеологическую. А теперь это не получилось, потому что вот это колющее... Ну, до марта-то цифры не удалось поднять, но нельзя, если вы посмотрите того же Владимира Владимировича Путина, статьи, в которых изложена его программа, это не программа на расколы на кто кого, это программа на консолидацию элит верхов-низов, понимаете? То есть возник диссонанс. Идеология строится не для тех, кто должен выполнять эту программу. И, кстати, поэтому это тормозит, я думаю, выполнение реально блокирует консолидацию вокруг программы. Ну, надо заметить, что ровно в тот момент, когда Владимир Владимирович Путин публиковал свои статьи в средствах российских массовой информации, практически в это же время, с одной стороны, шли различного рода митинги, скажем, на Болотной площади и на Сахаровой, в это же время были митинги, ну, например, на Поклонной площади и в Лужниках. Так что тут не так все просто. Ну, впрочем, сейчас мы сделаем последний перерыв. Я напомню, что с вами программа «Искусство возможного». Я, Сергей Ильин, и наш гость, президент фонда эффективной политики Глеб Олегович Павловский. И после очень короткой паузы мы вернемся к нашим темам. Напомню, наши телефоны 8495 65 10 99 и 6. Мы будем в студии через минуту. Последняя часть нашей передачи напомню «Искусство возможного». Я ведущий Сергей Ильин, у нас в гостях президент фонда эффективной политики Глеб Олегович Павловский. И у нас на линии политолог Павел Светенков. Так, Павел, вы меня слышите? Да, да, добрый вечер. Павел, добрый день. Мы тут сидим с Глебом Олеговичем Павловским и обсуждаем, что нас ожидает в будущем году. И вот прямо сейчас та тема, которую мы обсуждали до перерыва, звучит так. Изменение идеологического контента, которое произошло в государевой пропаганде, в государевой идеологии за последний, скажем, год. Вот с чем это связано и, скажем так, как это связано с целевой аудиторией? Изменилась ли каким-то образом целевая аудитория, что потребовалось менять какие-то акценты, делать больше акцент на образ врага? Что, на ваш взгляд, произошло за отчетный год? Главное изменение, которое произошло, это в связи с тем, что у нас есть достаточно масштабный протест в Москве, протестное настроение, властям пришлось как-то на них реагировать. И в связи с этим был призван к жизни концепт молчаливого большинства, то есть тех людей, которые голосуют за Владимира Владимировича Путина. Молчаливого и аморфного или молчаливого и вполне себе консолидированного? Именно молчаливого большинства, это старая американская концепция, которая предполагает, что президента американского критикуют в основном всякого рода хиппи, а в то же время критикует молчаливое большинство, которое за президента голосует и которое его поддерживает, и, следовательно, президент говорит от имени всего народа, ну, потому что говорит от имени большинства. То есть это у нас, на самом деле, главное изменение в нашей идеологии. И это, получается, технология, конечно, не оранжевая, извиняюсь, но вполне американская по своему генезису. Конечно, это никакая не оранжевая технология, это просто технология, которая обосновывает легитимность власти главы государства. То есть, да, у вас тут в Москве ходят иногда даже десятки тысяч протестующих, но эти десятки тысяч протестующих не весь народ, а только некая прослойка, которую обозвали креативным классом, на мой взгляд. Очень неудачно для самих представителей протеста, а за властями стоит вот это молчаливое большинство, которое их поддерживает и которое полностью согласно с проводимым курсом. То есть у нас получилось, что мы, скорее, не внешнего врага нашли, хотя это тоже, а народ поделили на две неравномерные части. А может он сам поделился в каком-то смысле? Самопозиционеры-то тоже есть? Нет, безусловно, оппозиционеры есть. Нет, это самопозиционирование. Люди сами себя позиционируют, что мы не такие. Мы не анчоусы, мы ходим с андроидами, условно говоря. Естественно, какое-то изменение в позиционировании произошло и у людей все-таки, когда люди себя стали называть хомяками. Я всегда говорил, что это очень большое продвижение вперед, потому что все 90-е годы определенные пропагандисты называли наш народ быдлом, что означает скот по-польски и крайне оскорбительно. И хомяк по сравнению с этим уже большое продвижение вперед. Но это же некоторое измельчание. Да, но хомяк более опасен, чем корова, понимаете. А чем бык, прошу прощения. Так, впрочем, мы явно уходим в зоологию. Главное изменение – это раскол на эти две части с имиджевой точки зрения. И, естественно, для протестантов это означает, что они оказываются в некой такой изолированной нише. А для власти это означает, что они вынуждены предпринимать меры какие-то в интересах этого предполагаемого молчаливого большинства, которое, как считается, консервативно требует, чтобы порядок был, требует наказания всякого рода как раз иностранных агентов. То есть тут логика конфликта с Западом, она вырастает вот из этой концепции молчаливого большинства. Все понял. Большое спасибо, Павел Глеб Олегович. Вот тут прозвучало две любопытных вещи. Во-первых, гипотеза насчет американского происхождения вот этого молчаливого большинства, которое у нас используется. Как, по-вашему, ориентировались именно на американцев? Или методика борьбы с образом врага, который имеет куда более длинные исторические корни, в том числе и в России? Конечно, молчаливое большинство – это редко, практически у нас мало используемый в качестве позитивного термин. Ну, конечно, агрессивно-послушный и так далее. Это негативная коннотация. Это негативный термин. Он использовался в известной кампании Никсона 1968 года против демократов. И, ну, эта кампания была действительно в реально расколотой Америке по поводу Вьетнама. И я не думаю совершенно, что здесь каким-то образом транслировались та идеология. Потому что вот появление, я заметил просто по уху, так сказать, идеолога, как вы сказали, что вот появление с середины прошлого года, и почему в речи, в первую очередь, у Путина тогда еще премьера, то есть позапрошлого года, 2011-го. И, кстати, у Медведева тоже реже, но тоже стало появляться понятие «подавляющее большинство». Подавляющее большинство отличается чем? От избирательного, электорального, путинского. Тем, что оно лишено счета. Его не считают. Я говорю, за мной подавляющее большинство. Как это посчитать? Есть мнение. Да, это есть мнение. Это совершенно верно. Есть действительно, это часть такой нашей идеологемы. Но, повторяю, она требует либо идти вперед. Никсон, кстати, его использовал недолго, потому что немедленно после победы он перевернул политику и построил ее на консолидации расколовшихся элит. А сегодня пока такой консолидации нет. Понятно. Спасибо. Значит, я напомню, что у вас еще есть чуть меньше 10 минут позвонить по телефону 8495-6510-996, чтобы задать вопрос нашему гостю, президенту фонда эффективной политики Глеба Олеговича Павловского. А пока спрошу я. Мы сейчас много говорим о большинстве, о власти. Неплохо было бы поговорить, наверное, все-таки еще и о меньшинстве. Давайте попытаемся нащупать, кто такие эти самые протестанты, или хипстеры, или вот тут господин Светенков сказал слово хомячки, или наоборот, я даже толком не понял. Допустим, большинство, оно достаточно аморфное, неоформленное в той или иной степени и так далее. А вот меньшинство, как его можно, так сказать, определить, кто они по процентному отношению, допустим, от населения, я уже не знаю, плюс-минус страны и Москвы, и самое главное, каков их портрет. Потому что, ну, есть такой банальный вариант, это люди, которые имеют образование выше среднего, образованные горожане, говорят, что обычно это жители крупных городов, как правило, это понаехавшие жители крупных городов, но это, наверное, не принципиально, это вроде бы так. И которые, вроде как, при этом имеют привычку со вкусом одеваться, и у них душа болит. Но это портрет какой-то довольно бестолковый, мне кажется. Нет, этот портрет действительно... А можно как-то структурить? Медийный, а структурить его, конечно, хотелось бы с цифрами. Дело в том, что нет единого меньшинства, есть меньшинства, которых у нас значительно теперь больше, чем было 10 лет назад, потому что возник не средний класс, а вот средний слой определенный, в котором вот и плавают вот эти меньшинства, причем разные величины. Кстати, среди них есть и очень и очень провластные. И во многих случаях, когда мы говорим, о, вот выступает представитель проправительственного большинства, на самом деле выступает представитель лояльного, того или иного лояльного меньшинства. И у них разные интересы, и они по разным причинам поддерживают власть. Проблема в том, что они не проецируются ни на какой дисплей. У нас нету, так сказать, ну, наша парламентская позиция, и сострадание умолчим, кого она представляет, значит, сказать, и просто... Ну, потом правое крыло отрезано целиком, его просто нет, оно не представлено. И у перед нами фактически разные оттенки, значит, левосоциальный групп. Но я хочу сказать, что очень интересно вот этот действительно реальный плюрализм общественный, которому нет пока хода в политику. И поэтому отсюда возникает пространство для идиологов Роскова. Идиологи Роскова занимают место, где на самом деле должно было быть довольно богатая палитра народного представительства. Очень разный групп. Например, на последнем марше против закона Димы Яковлева я шел, большинство из тех, кто подходил ко мне и шел, честно говоря, их взгляды не порадовали бы московских либералов. Это были люди иногда очень антилиберально настроены. Я вас понимаю, но это все-таки случай Димы Яковлевны не совсем характерен, поскольку тут очень многие даже жесткие охранители. Но это тоже возникло, значит, смотрите, возникло ситуативное определенное. Я прошу прощения, Глеб Олегович, я вас перебью, потому что у нас сейчас очень просится задать вам вопрос слушатель Алексей из Москвы. Алексей, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. У меня вот как раз вопросик к гостю. Приму Павловскому. Алло, меня слышат? Да, да, да. Да, слушаю. Скажите, пожалуйста, вот хотел бы максимально откровенный ответ услышать. Да. Вот Юрия Пранько, как вы считаете, его сожрала государственная машина, либо вы поддерживаете точку зрения директора Финам-ФМ такую, что у его авторской программы был самый плохой рейтинг. Хотя если сравнить, допустим, финансовую программу, которая идет с 18.00 до 19.00, там она вообще ни о чем, там для узкого круга финансистов там. Ну, я вспомнил, но здесь проблема у меня, проблема с данными для вынесения осуждения, потому что, а, я не знаю совершенно рейтингов ни одной программы на Финам-ФМ, мне они просто неизвестны, я им никогда не интересовался. И сам Юрий не говорил мне, значит, что его сожрали. Поэтому я здесь, как говорится, я сам, здесь обычный юзер поганый, значит, то есть я сам нуждаюсь в информации. Я не могу ничего по этому поводу сказать, потому что я не могу приписывать любые перемещения, изменения сетки на каналах всегда злым умыслом. Мне трудно. Я тоже с вашего разрешения от комментариев воздержусь, поскольку наша передача постепенно подходит к своему завершению. Все-таки давайте как-то действительно уже пытаться конструировать некое подобие прогноза. Все-таки, что нас ждет? То есть я, это, наверное, уже моя вина. Вместо того, чтобы смотреть, что нас ждет в будущем, пусть и в ближайшем, мы, по большей части, обсуждали констатирующую часть, что мы имеем на сейчас. Вот, это моя вина, моя кольпа, мой грех, и бейте меня, товарищи. Вот, и тогда, соответственно, хотелось бы очень кратко услышать от вас, как вы думаете, как будет развиваться ситуация из тех трендов, которые мы сейчас наблюдаем? Я думаю, год будет очень беспокойным, как бы нестабильным. Этот год, во всяком случае, 2013-й, даже оставляя в стороне мировую рамку, а она, думаю, тоже придет в еще большее движение, чем в прошлом году. Наши внутренние дела, проблемы будут вокруг правительства, которое или каким-то образом будет укреплено, или в процессе этого падет, жертвой своей собственной слабости. На мой взгляд, оно превратилось в определенный смысл, в проблему. Сегодня, я напоминаю, правительство, это верхушка исполнительной власти по нашей Конституции. Есть невыполняющаяся, и поэтому ничего не можем о ней сказать, программа Путина годичной давности. Кто виноват в ее невыполнении, это уже отдельный спор, но она не выполняется. А будет ли она выполняться? Год это очень много, но я думаю, что это был бы очень рискованный для Путина шаг, просто забыть о своей программе. Там же есть не только программные статьи, но, например, очень существенное бюджетное послание, очень существенное, важное послание Федерального Союза. Но это была бы, я думаю, слабая позиция, если бы просто, так сказать, заменить идеологию бюджетированием. Это хорошо проходило в прошлом десятилетии, а в этом десятилетии, как мы уже говорили, людям нужна идея, зачем они должны терпеть, зачем они должны делать то и слушать тех, кто ими правит. Ну и, конечно, нас ждет, я думаю, сильный шок осенью, когда начнет действовать с сентября новый закон по образованию. Это потому, что он, с моей точки зрения, он породит значительно больше проблем, чем мы увидим. Ну и, а что касается тарифов и цен, я молчу, чтобы не перегружать. Большое спасибо, Глеб Олегович. Вот такая вот неожиданно пессимистичная у нас получилась концовка нашей программы. Начинали это задумчиво, а закончили уже, условно говоря, утирая слезы. И на этом мы заканчиваем программу «Искусство возможного». Я напомню, что с вами был Сергей Ильин. Нашим гостем был политолог, президент фонда эффективной политики Глеб Павловский. До встречи через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok